30 тысяч звезд засияют над Ленинградской. Масштабная светодиодная композиция накроет участок от улицы Фрунзо до Чапаевской. В этом году звезды поднимутся выше, а гирлянды длиной около 3 километров закрепляют на специальных металлических стойках. Такие конструкции первый год мы применяем. До этого они на опорах мы размещали от звездного неба. Впервые вот такие конструкции поставили. Порталы они называются. И на них, чтобы повыше и покрасивее это звездное небо сделать. Такие вот мощные конструкции. Как раз для того, чтобы погодные условия никакого влияния на эти гирлянды не оказывали. Полностью звезды зажгутся уже 17 декабря. Светящийся фонтан, карета с лошадью, жар птица, 8 новогодних арок и елка, украшенная гирляндами. Пешеходная зона Ленинградской превратится в настоящую галерею света. В начале Ленинградской уже что-то установили, да, вот эту карету. Красиво. Очень красиво просто. Новогоднее настроение. Световые композиции новогодние огни зажигают по всему городу. Заключительным этапом станет главная елка Самары, которая оказалась любимой световой композицией и для тех, кто украшает улицы. Самое впечатляет, что это елка на площади Куйбышева. Это самая запоминающаяся конструкция. Пытаемся сделать красиво, чтобы наш город входил в десятки, в тройку лучших городов по иллюминации, не уступая и Москве, и Питеру. Светодиодные конструкции, перетяги, гирлянды оживают ежедневно, как только стемнеет. Старт иллюминации дают одновременно по всему городу из единого центра управления светом. Марина Кравцова, Максим Гусев, События.